Всем привет, друзья! С вами Нильф Горн, это Планета Номац. И мы продолжаем играть, и в этой серии мы должны кое-что найти. Но для начала я бы хотел вас попросить поставить лайк этому видео, потому что я стараюсь, и вроде бы у меня неплохо получается оценить его по достоинству. Если мы наберем 200 лайков, то я сниму следующую серию по этой игре. Ну или в принципе это просто меня мотивирует к тому, чтобы снимать новые видео. Так вот, чем же мы сегодня займемся? Займемся мы тем, что, по-моему, если я не ошибаюсь, мне нужно найти серебро. Для того, чтобы сделать электронные микросхемы второго уровня. Они как раз таки и делаются из сильвер-серебра. Так что давайте поищем. К сожалению, у меня нет никакого транспорта, чтобы, так сказать, облегчить мне поиск, поэтому мы побежим. И я бы хотел вот в сторону гор сбегать, потому что я туда ни разу пока что не бегал. Это не страшно, но интересно. Интересно, интересно, на самом деле вообще, что здесь можно найти? Это что такое? Ага. Это к тому же еще здесь и склоны есть. К тому же здесь еще и... Как бы есть неровности, да? То есть получается именно так. И здесь, кстати, видно прям. Вот какая-то жила, да? Вот какая-то жила. Опять же... Вот опять какая-то жила. Блин, я не понимаю, почему руды здесь так много. Давайте вот это попытаемся подувать. Карбон, железо... Ну, понятно. По-моему, они одинаковые, да? Да, карбон, железо. Ой. А что это ты упала? Опять же здесь вот карбон, железо. Да, карбон, железо, карбон, железо. Хм. Проблема на самом деле с силиконом и вот серебро. Серебро я, честно говоря, даже не представляю, как оно выглядит и где оно находится. Ну ладно, побежали дальше, побежали к скалам. Это интересно, потому что скалы... Ну, мало ли, что там может скрываться, да? А вдруг серебро это какой-то здесь отдельный источник. Так, если я начну вот эту штуку сейчас бурить, то прибежит... Прибежит точно какой-то вражина. То есть какой-то хищник. Вон он уже бежит. То есть, когда я начинаю бурить вот такие ресурсы... Вот себе можно сматываться. Когда я начинаю бурить такие ресурсы, всегда начинает бежать к нему ближайший хищник. И как бы начинает защищать вот такие ресурсы. Не знаю, почему это... Воу-воу-воу, посмотрите, там склоны какие. Вот тоже ресурсы, посмотрите. То есть это реально какой-то ресурс. Если я его так же начну сейчас добывать... Хотя вроде никто не бежит к нему, ну ладно. Тут прям пещеры, офигеть. А вот это вот разве не ресурс? Нет, непонятно. Подземелье здесь, конечно, очень огромное. Вон такой же ресурс вот необычный, который дает сразу несколько всего. Смотрите, какое дерево необычное. Вот смотрите, видите, сразу мясо, материалы, мяту. И еще, ну то есть вообще почти полный набор ресурсов. Притом их тут достаточно много. И вот единственное, я не понимаю, они восстанавливаются ли? Интересно, да? То есть такое... Силикон, что ли? Нет, карбон, силикон... Силикон, карбон, железо. То есть это... Вот это вот руда, она имеет все в своем разряде. То есть и силикон, и карбон, и железо. Единственное, только серебра нет. Так, ладно. Жил новых я пока что не видел еще. Хотя, стоп, нет, 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 не видел. Но я думаю, сереброзы из животных не добывается. Так что давайте еще немножечко побегаем. Вот, видите, вот это вот. Это новый хищник. Я с ним уже встречался. Это такое какое-то существо, которое прыгает. Ну и, собственно, атакует вас. Такой попрыгун, я бы сказал. Офигеть! Офигеть! Ребят, да я не увидел самого главного в этой игре. Генерация мира. Потому что она здесь. Удивительно. Удивительно. Хотя вот по поводу жил одни и те же. Блин, я, честно говоря, даже не представляю, где серебро искать. Ну ладно. Мы этот день все-таки в поисках проведем. Потому что очень интересно, на самом деле. Очень интересно искать что-то. Ну, точнее, открывать какие-то... Блин, тут прям скалы. И там, посмотрите, прям в горах пещеры. Какие-то жилы я вон вижу. Вон они издалека прям видны. Так. А может быть... Мне как бы не серебряную жилу нужно найти, а... Серебро может быть каким-то ресурсом выделяется. Ну, то есть... Ну, не знаю, как вот... Как вот эта вот штука, например. Интересно. Капсула может упасть вот куда-то в такой вот биом, где... Где вот так вот все необычно. Притом, джетпак можно улучшать, получается. И тем самым... Обеспечить себе дольший полет. А это, кстати, интересно. Здесь материал. Сейчас опять... Пам! Сразу большое количество всего. Такое, знаете... Ресурсы общего плана, да? То есть... В них есть вроде бы сразу все. Давай-давай-давай, подлетай. Вон это существо. Хищник при том. Это сразу могу сказать, что это хищник. И смотрите, сейчас температура падает. Становится холодно, и у меня вот... Так, вот-вот, видите? Иммунитет, во-первых, уменьшается. И температура падает. Хм, интересно. Если она полностью упадет, что произойдет? Вообще, на самом деле, я еще ни разу здесь не умирал. И, типа, что, игра закончится? Или я где-нибудь на базе своей появлюсь? Ну, вот, типа, так вот. Интересно. Огромнейшее жило. Огромнейшее жиро... Жиро? Жиро! Карбона и железо. Ну, с карбоном и железом здесь, короче, нет проблем. Это факт. Проблемы только возникают вот с... С серебром в данном случае. И с силиконом. Хотя, давайте... Во-во-во-во-во-во. Не падай, не падай, не падай, не падай, не падай. Так. Энергия сейчас перезаряется. Офигеть. Здесь просто каньоны, ребят. Очуметь. Очуметь. Там даже деревья растут. На самом деле, я удивлен. Я что-то не ожидал здесь такой генерации. Так, вот, смотрите. Явно какой-то металл, да? То есть... А, ну это силикон. Опять же, это материал, который все вместе держит. Интересно, типа, могу ли я найти жилу такую? Вот, было бы прикольно именно жилу найти. Опять же, этот материал. У меня вообще место там есть в рюкзаке. Ну, есть. Вот как раз-таки под серебро и есть. Железо, если что, мы выкинем. Я здесь силикон больше добываю. Так, ладно, давайте дальше пойдем. В принципе, по-хорошему, конечно, по-хорошему, нужно обратиться к Вики. Ух ты, кристаллы какой-то. О-о-о. А вот кристаллы-то могут... Как раз-таки кристаллы могут и давать какой-то ресурс, да? По логике, в принципе, да. Ну-ка, давайте посмотрим. Железо. Кристалл железа? Серьезно? Окей. Какая-то пещера. Блин, прикольно, что здесь, получается, можно вырыть себе какой-то такой... Больше кристалл. Можно вырыть себе какую-то такую пещеру, да, и в ней построить прям базу. Это, блин, интересно. Хотя, может быть, конечно же, в каких-то выживалках уже есть подобное что-то. Но, лично для меня, так как я не профессионал в выживалках всяческих, я не так много в них играю, чтобы прям сравнивать, да, для меня это прям удивительно и необычно. Так, ну ладно, теперь я, наверное, все-таки нажму на паузу и поищу-поищу железо. О-о-о, серебро. Так, ребят, я прочитал заново комментарий, думаю, может быть, там найду подсказку и сказали, что в других биомах есть серебро, поэтому мне нужно искать его где-то, где-то там. Но для этого лучше сделать, конечно же, транспорт. И вот здесь вот, посмотрев, как раскрыть рецепт, я понял, что нужно джек-тул скрафтить. Это вот эта вот штуковина. Вообще не представляю, что это такое, но давайте это сделаем. Ну, это какой-то подъемник, что ли, да? А-а-а, собственно, это подъемник для машины, наверное. Кстати, смотрите, я вот так вот сундуки поставил, и теперь у меня инвентарь как бы, ну, двойной, что ли. Вот как-то вот, ну, как-то даже не знаю, как объяснить. То есть я вижу, что я наверху, вижу, что я внизу. То есть вот так вот как-то. Ну, вот видите, вот здесь вот. Так, давайте все заберем и скрафтим то, что нам нужно. Кстати, давайте еще закажем нам, закажем, значит, пару микросхем. Ну, штук так вот шесть. Так. Так, микросхем и что там? А, вот эта штука, хотя у меня есть она. Так. Куда ее можно поставить? В принципе, куда угодно, да? То есть хоть вот сюда. Вот давайте здесь, наверное... Блин, или по-хорошему? По-хорошему-то тут надо площадку бы расчистить и сделать нормальную площадочку, да? То есть вот как-то, блин, только вот... Серьезно, ну, вставай, вставай. Нет, она не хочет опускаться прямо вот чуть-чуть ниже, да? Давайте я подкопаю здесь и попробую установить эту площадку. Так, площадку построил, но, честно говоря, не представляю, как это будет работать штуковина. Так что сейчас мы это, собственно, и проверим наглядно и протестим. Так, здесь я что-то, что-то, что-то не взял. Что-то я не взял, по-моему. Так, не знаю, куда они делись. А, ну, собственно, все понятно. Они же тратятся еще и на установку. Давайте штук пять этого скрафтим. Так, заодно здесь я микросхемы сделал. Здесь я патроны сделал, потому что патронов очень много нужно будет. Или вот эти вот батареи, наверное, да? Больше так это называется. Кстати, можно сразу в нескольких крафтить. То есть с этой стороны тоже можно... Нет. Ошибся. Ошибся, ошибся, ошибся. Так, давай. Давай, давай, давай. Отлично. Отлично. Так, и... Тут вот, конечно, нужно привыкать. Ну, ладно. Надо будет эту штуку переставить на ту сторону. Так, готово. И вот вроде бы сейчас как раз-таки открылся кукпит. Я его могу скрафтить. Для него нужно довольно-таки приличное количество ресурсов. И при том ресурс, по-моему, какой-то новый. Ну, по крайней мере, такой я не крафтил еще. Это, по-моему, вот этот. Да? Ну-ка. Давайте посмотрим. Вот. Вот не написано, что там. А, вот это. Вот пакет. Вот этот вот. Четыре штуки, по-моему. Так, забираем. Главное, чтобы место в инвентаре. Кукпит. Ну, это... Собственно, понятно, да? То есть это... Кабина автомобиля нашего будет? Или что-то типа такого? Четыре этого. Так. И, в принципе... В принципе... Давайте дождусь и вернусь. Так. Тут вот только единственный момент, да? Как его правильно ставить, да? То есть... Я, честно говоря, не строил ни разу. Давайте вот так вот попробуем. Вот такой вот у нас... Транспорт получается. Давайте его соберем. Так, не хватает... Куда они делись, эти компоненты? Чего-то я не понял. Стоп, стоп, стоп. У меня их было уже довольно-таки прилично. Ах ты ж, дерево кончается. Ну, ладно, с деревом проблем не будет. Так. Так, что у меня опять со здоровьем? А. Я так понимаю, это усталость. Ну, по крайней мере, переводчик мне в этом подсказывает. Так. Ничего, ничего. Терпи, чувак. Как деды терпели. Так, и... Вот так вот. Отлично, этого хватит. Сейчас попытку... Блин, вот это... Нет, надо переместить прямо сейчас, наверное. Давайте... Опять все равно не хватает компонента. Давайте я докрафчу и перенесу вот эту штуку. Так, ребят, теперь должно хватить материалов. И готово. Теперь у нас открылось пять-пять новых рецептов. Блин, кабина. Воу-воу-воу-воу. Прикольно. Мне нравится. То есть это прям полноценная кабина. Так, давайте посмотрим, что еще. Конечно же, колесо. Так, вот этот блок. Фулл армор блок. Потом компакт батареи. Это понятно. Так, колесо. Так, подвесочка. Подвесочка. И ховер джек. Чего-то, тесно говоря, не понимает, что такое за ховер джек. Так, ну понятно. Вот здесь мы выстраиваем блоки. Давайте, наверное... Фулл армор блок. Давайте, наверное, побольше скрафтим бейзик фрейм. И всяческих таких материалов. Чтобы мне было... Вот, бейзик фрейм. Прям вот сорок. Чтоб мне было из чего строить. Так, ну ладно. Чтобы долго не ждать. Ну, хотя это я жду. Вы-то быстро. Быстро у вас это время пролетает. Так, давайте наметим. Потому что я, честно говоря, не представляю, как здесь транспорт себя ведет. Чтобы вот так прям вот точно сказать, что... Если я так-то, так-то построю, то будет именно так-то, так-то. Ну, понимаете, да, надеюсь? Есть всяческие нюансы, которые... Ну, в принципе... Вот, собственно... Собственно, подвеска первая. Что-то, конечно, широко. Но... Но, в принципе... Так, он у меня... Давайте-ка мы... Давайте-ка вот так вот сделаем, да? То есть, чуть поуже сделаем. Так, подвесочка. И колесо. Ну, вот как-то так. Интересно, два колеса можно поставить? Нету. Так, здесь у нас понятно... Стоп, это какая-то низкопрофильная резина, по крайней мере. Так, стоп. Я неправильно, что колеса установил. А, нет. Да, в принципе, правильно. Я думаю, должно быть все нормально. Так. Погнали дальше. Здесь колесо. Я надеюсь, оно здесь влезет. Так. Прямо у меня вообще низкопрофильная резина какая-то установлена. Я надеюсь, это, ну, как бы... В плане шаблона только так. Так. Окей. Ну, где-нибудь здесь, наверное, еще, да? По-хорошему, нужно делать какой-то такой пикапчик, да, что ли? Самое главное, самое для меня главное, это чтобы на него можно было установить какой-нибудь, ну, к примеру, сундучки, да? То есть, чтобы можно было поездить. Во-первых, с собой множество всего взять и... Так, батарея. И плюс к тому, чтобы... Давайте вот так вот. Че нельзя? А-а-а-а. Кончились материалы, прикиньте. И чтобы можно было с собой взять и с собой и увезти так же. Так, нет, по-моему, где-то вот здесь вот. 23 штуки. Блин, представляете, я даже их еще не собрал. Ветер как шумит. А, это даже дождь. Я их еще не собрал, но у меня уже материалы кончаются. Офигеть. Не представляю, сколько батареи здесь нужно, чтобы вот прям точно сказать. Поэтому такой спорный момент. Так, и вот... И вот эта вот штуковина, которая мне немножко непонятна. Ховер-джек. Попытался описание найти этого прибора, но вот... Ну, я так понимаю, парить, что ли? То есть у него устройство будет какой-то прыжок или... Короче, ну, что-то типа такого. Ладно. А сейчас меня сразу опять же в комментариях обвинят, что я английский не знаю. Что я, в принципе, и не отрицаю, но... Так. Жалко, он как-то устанавливается странно. И почему-то он... Может быть, его снизу нужно устанавливать. Я не знаю. Что-то как-то... Вот сюда вот можно установить. Сюда нельзя установить. Сюда можно, главное, а сюда нельзя. Странно. Да, блин, неудобно немножечко. И на транспорт он, я не вижу, чтобы он ставился. Как видите, да? Ладно, давайте соберем вот эту вот пока модель. И потом посмотрим, да? То есть... Собирать я буду за кадром. Ребята, я тут ресурсы добывал еще дополнительные. Потому что очень сложный крафт. Посмотрите, какое... Странное... Что-то я нашел, да? И все? Такое красивое дерево всего лишь три биомассы принесло. Это странно, конечно. Но, скорее всего, здесь еще некоторые моменты. Ну, вот у меня такое ощущение складывается, что некоторые моменты не до конца доделаны и не до конца доработаны. Так что здесь это воспринимать нужно спокойно. Так, ну что ж, ребят, по поводу ховерджека, вот этого. Я уверен, что когда я думал, что для чего он нужен, меня уже закидают какашками в комментариях, типа, не знаешь английский язык. Ну, в общем, я так понял, что эта штука ставится только вот сюда, то есть только на землю, потому что ни на машинку, ни на базу она не ставится. Что она делает, я так и не понял. Поэтому, ребят, если вы знаете английский хорошо, если вы знаете, для чего это устройство, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду вам очень-очень благодарен. Что же дальше? Ну, я немножко пообделал свою тачку, и, ну, как-то она более выглядеть начала поинтереснее, потому что появились вот такие вот всяческие блоки, да, то есть, которые, ну, благодаря которым можно придать форму нашему устройству. Кстати, вот здесь вот, давайте вот так вот сделаем, и вот так вот, и да, у нас здесь, как видите, освещение появилось, потому что я, честно говоря, не представлял, что можно освещению дать. Ну, точнее, вон оно чего еще, ребятки. То есть, как освещение дать, я так и не понял. Так, давайте-ка на каждое колесо по одному, по одной батарее дадим, да? Постройка машины, постройка транспорта здесь очень интересная. То есть, это только начало, понимаете, что это только начало транспорта вообще. Постройка, кстати, вот здесь не доделал заднюю часть. То есть, конечно же, система построек будет дорабатываться и добавляться новые-новые блоки. Во-первых, что меня удивило? Настройка амортизаторов, амортизаторов хотел сказать. То есть, можно, ну, видите, да? То есть, можно настроить. Мы сейчас будем проверять всю эту настройку уже, когда со стенда поставим. Плюс сюда вот можно установить, пожалуйста, ящички установленные, освещение можно установить, еще какие-то дополнительные приборы. Кстати, что я сделал? Я, во-первых, увеличил себе инвентарь, построив джетпак МК-2. То есть, плюс 6, плюс 6 свободного места и, я так понимаю, плюс 50... А, нет, ну, не плюс, а 55 вот энергии. Я вот не знаю, что это. Это типа энергия, сколько теперь я могу летать. Еще я здесь себе, смотрите, что создал. Мультитул МК-2. И создам сейчас вот эту вот штуку. И мне просто интересно, для чего она. То есть, мне интересно, для чего ее. Давайте ее скрафтим одну. Так, и давайте установим себе мультитул МК-2. Следующее поколение, то есть, он... Ну, я так понимаю, что он быстрее копать будет, да? Давайте перезарядимся. Сейчас мы... Ммм, да, ребят, кардинально быстрее. Это я вам могу точно сказать, что кардинально быстрее он начинает копать. Ну что же, в принципе, в принципе, пора уже затестить наш транспорт. Я, честно говоря, не знаю, как, 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 как вот его, типа, теперь запустить. Йоу, машинка. Тут датчики, я так понимаю, не рабочие, что ли, будут, да? Так, и... Окей, а как ее теперь запустить? То есть, мне просто убрать вот эту штуковину нужно или что? Потому что, как видите... А-а-а, может быть, ее подключить? Хмм... Может быть, такое? Может быть, такое, что ее можно подключить? Так, как-то тут садиться можно было. Вот. А-а-а, нет. Подключить нельзя, и это печально. Зато можно батаре... Ха! Это как это? Так, давайте попытаемся убрать. Ммм... Попытаемся убрать. Йоу, и машина... Воу, воу, вот это она сейчас агрессивно встала. То есть, посмотрите, задняя часть намного легче, чем передняя, и поэтому она так переднюю часть просела. Так, давайте с подвесочкой поиграемся немножечко. Опаньки! Ха-а! Вот это круто, ребят! Офигеть! Еще выше, и совсем низко, да? То есть, она... Давайте... Все-таки поднимем. Вот так вот сделаем, наверное, да? Так, какая у нас здесь подвеска-то стоит? Ну-ка, блин, наводись. Сет-то хайт. Так, понятно. Сет-то хайт. А вот здесь вот у нас... Блин. Сейчас бы в какую-то яму провалиться. Еще повыше. Давайте прям повыше заднюю часть сделаем. Вот так вот. Блин, прикольно, честно говоря. Очень прикольно. Единственное, что остается сделать, в принципе, для моего путешествия по этой планете и поиска каких-то предметов, это набрать кучу-кучу еды, которые... Что я сейчас и сделал. То есть, мы можем сложить вот прям вот сюда вот. Допустим, в какой-то из ящиков, к примеру. Ну, вот это вот. Вот это вот. То есть, у нас есть еда. Плюс мы можем взять спальник. Точнее, не можем, а нам нужно будет взять спальник. Плюс мы сейчас можем так вот лечь и отоспаться. Так, есть. Давайте выходим. Опять вечер становится. Так. Отоспимся. Плюс к этому ко всему нам нужно взять спальник. Так, а сюда нужно все перекинуть то, что мне точно сейчас не нужно. Спальник по-хорошему бы еще скрафтить, конечно. Где-то он тут вот крафтится. Так, батарею скрафтили. Отлично. Из чего? Давайте скрафтим. Ну, ладно. Окей. Два. Пускай крафтится. Чуть-чуть непонятно, но я могу предположить, всего лишь предположить, что это повышает функцию джетпака, да, или мультитула энергии. То есть, имея в рюкзаке такие батареи, энергии у меня начинает больше быть. То есть, вот как-то так. Если я ошибаюсь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я буду вам очень-очень благодарен. И, в принципе, остается что? Сложить. Сложить все материалы. Потому что это мне как бы не понадобится. Да, то есть. Вот так, вот так, вот так, вот так. Все это сложить. И можно, в принципе, отправляться в путешествие. Потому что, ну... Остается только это. Остается именно путешествовать. Но давайте сначала затестим, конечно же, наш транспорт. Посмотрим, как он ездит. Ааа, не работает! Да, именно не работает, ребятки. Стоп, 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 стоп. По-моему, он начинает ехать, но... Такое чувство, что я колеса неправильно поставил. Потому что, когда... С колесами что-то нужно делать. Ну-ка. Так, ребят, понял. Их тоже нужно настраивать. Ре... Сет... Фаст... Слоу... Регули... Ну ладно, регули... То есть, во-первых, нам нужно повороты. В какую сторону, так? То есть, давайте сделаем... Их тоже нужно настраивать. Так. Здесь у нас... Вот сюда вот. Отлично. Поворот. Так. И... Вот. Стоп. Этот как раз-таки ровно стоял. Так, так. Так. Везде все подключено? Подключено. Но, опять же, что-то не так. Что-то не то. Ага. Я, наверное, понял, что не то. Потому что здесь тоже нужно... Тоже нужно... Вот так вот. Теперь вроде бы все. Так. Еще проверочка. Так. Одно колесо крутится, а второе нет. Почему? Скорее всего, потому что оно... Вот так вот сделано. Так. Сейчас мы... Вот так вот. Нет. Поворачивать только одно колесо. А это же можно сделать сразу все четыре колеса поворачиваем. И при том, видите, оно не едет почему-то. Так. Можно предположить... Знаете что? Что... Вот у этого... Что-то я вообще не вижу, чтобы что-то было подключено. Блин. Зачем я убрал-то ее? Так. Ребята, я просто в недоумении, почему и что с этим колесом было не так. Потому что оно просто тупо не хотело работать. То есть, оно не включалось никаким образом, пока я его... Пока я его не переставил. Вот серьезно. Только после этого... Че это такое? Ну ладно. Только после этого оно заработало. То есть, оно начало поворачивать. Все. И началось движение, да? То есть, как видите, началось движение. Это хорошо. Это отлично. Так. Нет. Подвесочку давайте все-таки поднимем. И... Первый, наверное, запуск будет, да? То есть, давайте здесь тоже. Сюда, кстати, можно будет... Ну, ладно. Я убрал фонарь. Уж из-за всяческих тестов. Давайте попытаемся прокатиться. Блин, отлично. Подвеска есть. Только я вот чувствую, видите, мощности не хватает. Такое чувство, что на колес... Мощности на колесах не хватает. То есть, нужно... Нужно либо вот здесь вот поставить... Смотрите. Fast. Так. Fast. Ну-ка, проверим сейчас. Либо... Либо мощности нужно больше. То есть... То есть, батарей. Хм... Так, ребят. Ну что ж, наконец-таки я запустил эту машинку. Но не эту. Не эту, которую сделал. Потому что она у меня застряла. Я тут перерыл очень много. Я так и не понял, почему она у меня не смогла выехать. То есть, я убрал панели. То есть, она спустилась. Я попытался ее сдвинуть с места. В итоге она просто-напросто не поехала. Я не знаю, почему. Поэтому я пересобрал другой аппарат. Без всяких излишек. Ну и вот, собственно говоря, он поехал. Я не знаю, почему он до этого не ездил. Но здесь прям все отлично. Прям вот нормально и прет. И единственное, что я подвесочку не настроил, конечно. Сейчас мы это сделаем. Подвеску вроде поставил. Вроде бы, но она что-то как-то не реагирует. Странно. Мне кажется, это еще не доделанно. И вот сейчас я пытаюсь проезжать по таким... В общем, примерно вот такой вот склон был. И она не хотела заезжать до этого. Но сейчас, смотрите. Ну как-то вроде едет, да. То есть, она, по крайней мере, не стоит на месте. И спокойно... Спокойно, ну по крайней мере, борется. Борется за то, чтобы проехать. До этого же у меня машина... Во, 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 вот. Вот сейчас... Оп-оп-оп. Не-не-не, заезжает, ребят. Это явно что-то не то у меня было с той машиной. Потому что сейчас у меня машина совершенно по-другому себя ведет. То есть, и... И здесь, как видите, вот я спокойно заехал. Блин, шикарно. Мне нравится, как себя машинка ведет. И вообще вот этот момент движения и создания автомобиля, это прикольно. Единственное, конечно, можно тут поспорить, хорошо ли это выглядит, плохо ли это выглядит. Но факт того, что теперь мы спокойно можем двигаться и исследовать другие локации, это факт. К следующей серии я немножко, немножко поработаю над аппаратом. Немножко его доработаю, ну, чтобы он был более симпатичным, да, на внешний вид. И мы уже поедем искать серебро. Именно поедем искать серебро. Так что, надеюсь, вам понравилось. Всем всего, до скорых встреч, удачи и пока.